Вай! Коля! Вай! Люди! Это очень смешно. Да, Илюш? Да, конечно, все об***ли. Да? Юрик, это смешно? Хух! По-моему, очень смешно. Надо снимать. Хух! Хух! 5G-связь, чипирование, ковид, придуманный для того, чтобы проредить население Земли. Либо дурак, либо сволочь, либо лодок, либо бездарность. Нормальный человек этого не скажет. Интереснее людям узнавать, как у кого-то плохо, чем то, как у кого-то хорошо. Ой, Юрка, ой, твою мать-то. Слушай, ой, как тебе повезло-то. Вот кому помирать будет жалко. Я абсолютно не легенда. Я жуткий трус и лентяй. Юра, давай! Здравствуйте, меня зовут Юра. Я артист. Больше бы я не говорил ничего иностранцу. А в России мне так хочется, чтобы я просто сказал, вообще не говорил, и чтобы меня узнали. Просто говорить, здравствуйте. Даже Юра не говорить. Но вообще с представлениями... Я вот сейчас ехал в такси сюда к вам и слышал представление как раз. Там ведущий... Я смотрел Ютуб-канал один, представлял одного, как бы так, чтобы совсем не поняли кого сказать. Одного человека, который имеет какое-то отношение к юмору, неважно, и к телевидению. Артист, продюсер, юморист, шоумен, автор. Я подумал, почему-то на первое место он поставил артист. Хотя вот никакого права на это не имел. Потому что все-таки это профессия. Это профессия, это дело жизни. Это не через запятую. Через запятую и все остальное. Поэтому я бы сказал, здравствуйте, меня зовут Юрий. My name is Yuri, my son is Stoyanov. Я артист. Что вы сегодня покушенькали? Покушунькали? Покушенькали. Да, ну я же одессит. Там все, что любишь. Это очень важно. С уменьшительными функциями. Погулятенькать. Это погулять. Покупатенькаться. Это в море. Даже пописенькать. Это сходить по-маленькому. Покушенькать – это поесть. Я, конечно же, покушенькал. Но так совсем. Очень бюджетненько. Потому что худетенькать нужно мне. К съемочечкам. В сентябрике, которые буденькать. Какая история из детства может одновременно рассказать об Одессе, вашей матери, вашей семье и вашем характере? Я был в детском садике. Водили меня туда каждый день. Я даже помню. Садик завода продовольственного машиностроения. Продмаш. До скольки там лет? Лет до четырех я ходил. Вот до этого случая, о котором расскажу. Я до сих пор не могу видеть молоко с пенкой. Вот мне 64 года. Меня просто вывернет. Если я увижу молоко с пеной и почувствую его запах. И манная каша. Я встану из-за стола, даже если близкий мне человек будет есть манную кашу. Мне там вот так связывали руки вафельным полотенцем. Вот так, сзади. Вот так делали. И говорили, никто никуда не уйдет. Все будут сидеть за столом, пока Стоянов не съест манную кашу. Вот мой характер был в том. Я наплевал на то, что все будут сидеть за столом. Стиснул зубы. И не вставал час. И сидел со связанными руками. И это не мужество никакое. Просто я таким был. Просто вот я таким был ребенком. Потом я пришел домой. На Пересе. А мы тогда жили, вот там на Пересе, улица 1-я Ильичевская, дом 50. Да-да-да-да-да. И мы жили внутри болгарской диаспоры, отцовской. И там была русская моя мама и я полукровка. Все. На этом многонациональность заканчивалась. Жили в двух таких небольших домиках из ракушечника. Ну, болгары такие они, крикливые, эмоциональные. Я пришел домой и решил действовать по цепочке. Сначала я рассказал об этом бабушке. Почему не сразу папе? Потому что я рассказал, как было. А я знал, что бабушка добавит в рассказе. Дальше бабушка рассказала тете Варе и тете Любе. Тетя Варя по фамилии, естественно, Стоянова вышла замуж за своего однофамильца. Из другой деревни его звали дядя Ваня. Его фамилия была тоже Стоянов. Я был на их свадьбе. И помню, как регистратор в ЗАГСе спросила, Варвара Георгиевна, вы останетесь на своей фамилии или примете фамилию мужа? Пожалуй, на своей. А может быть, мужа. Мне все равно. Тетя Варя тоже отличалась изрядным темпераментом. И уже все вместе они рассказали папе. А папа схватил топор и с криками «Даеба мамка!» по-болгарски. Я думаю, вы догадались, что это означает, да? А приблизительно на всех славянских языках звучит одинаково. Бежал в сторону садика с этим топором и кричал слово «калмыки». Почему? Он говорит «калмыки» и «убью». Сложное началось. Придется в историю. Почему «калмыки»? А дальше у него на ногах висела вся эта болгарская диаспора, которую он тащил за собой. И это «Вай, Коля! Эй, люди! Он их убьет! Ай!» И вот эти волосы на себе рвать. А сзади тихо, спокойно шел я. Когда вы уехали учиться в Москву, мама попросила вас держать язык за зубами. Почему? Потому что, значит, был такой язык, который надо было держать за зубами. Ну и потому что она, видно, кое-что знала такое, к чему не очень был готов я. Потому что это высшее учебное заведение. К тому, что там, значит, ты к что-нибудь тляпнешь. А есть такая категория, вероятно, людей, о которой я не подозревал, которые положено то ли по призванию, то ли по принуждению передавать сказанное тобою по инстанции. И потом моя мама родилась все-таки на 20 чем-то лет раньше меня, застала другие времена. Ну и потому что, значит, была такая тенденция молотить своим языком. Ну я показывать любил всех там. Ну а кого тогда можно было показывать? Ленина до Брежнева и все. Вот я и злоупотреблял. Анекдот про Брежнева, рассказанный Брежневу, результат того, что вы ослушались маминого совета, каково вам было? Каково это? Страшно. Но девочка, дочка Леонида Ильича Брежнева, внучка Леонида Ильича Брежнева, удочеренная внучка, что это значит? Это значит, что она носила отчество Брежнева. Она была Виктория Леонидовна. Там были сложные отношения в семье и с ее мамой Галиной, и у семьи, у генсека. И с ее папой, она ведь на самом деле Вика Филиппова, стала Виктория Леонидовна, потому что он ее безумно любил. Вот в ней этот статус был абсолютно неощутим. Вот так по нынешним временам я не хочу ничего сравнивать. То есть как это не хочу? Я же этим и занимаюсь сейчас. Но двухкомнатная квартира на Тверской улице, машина «Волга», которая высаживала ее за метров 200 от ГИТИСа, и охранник, который шел по другой стороне улицы, чтобы не привлекать внимание студентов и не смущать их, по нынешним временам это предел демократии и либерализма. Просто, ну что вы. Ну и время было более спокойное, конечно. Ну она была очень достойной, очень достойно себя вела тогда. И вот у нее на дне рождения произошла встреча с генеральным секретарем. А статус генерального секретаря тогда, это даже трудно себе представить, что это такое. Ну трудно себе представить, что такое Брежнев. Это человек, который смотрел на тебя со всех экранов, со всех страниц, со всех, не знаю, со всех домов, со всех плакатов. Вам трудно себе представить. Ну как, сверхдержава ядерная и два президента на земле. Два главных человека. Генсек Советского Союза и президент Соединенных Штатов Америки. Вот все. Вот эти два человека, которые лишали судьбу планеты всей. И вот с одним ты сидишь, и еще анекдот ему про него рассказываешь. Какой вы смелый. Нет, не смелый. Я? Я жуткий трус и лентяй. Смелые люди иногда совершают совершенно отчаянные поступки. Надо немножечко быть трусом, потому что это включает мозг. Перед тем, как перепрыгнуть пропасть, надо так все-таки подумать чуть-чуть, рассчитать, я вообще ее перепрыгну или нет. А лень, все, что я сделал в жизни, я сделал от борьбы с ленью. От борьбы. Но лень меня и спасла от очень многих глупых поступков. Я их не совершил не потому, что я умный, мужественный, смелый, с такой активной гражданской позицией человек. Наоборот, я абсолютный лентяй. И эта лень уберегла меня от идиотских поступков, включая вступление в коммунистическую партию, например. Не, ну это был принципиальный поступок, я соврал. Что вас сблизило с Виктором Сухоруковым? Комната размером 8 квадратных метров. Очень сблизило меня с Виктором Сухоруковым. Все просто. Мы однокурсники, и мы жили в одной комнате, в общежитии. Не так долго, на самом деле. Я потом, два года, потом я женился и переехал в комнату в коммунальной квартире с женой. Витя просто был для меня... Я один в семье. И в семье такой очень интеллигентной, но очень трудовой семьи. Я родителей мало видел дома. Мать все время в школе, отец все время на операциях. Бабушки или сам. Брата у меня не было, сестры у меня не было, я один. И вот Витька, он такой... Ну, наверное, как родственником стал мне тогда. Потому что он понимал, что я такой неприспособленный парень. Совсем он не полных 17 лет, я поступил, мне не было 17 лет. Я был самым молодым на курсе. И он взял такое братское шефство надо мной и всему научил экстернам. И хорошим, и не очень. И по сей день у нас такая с ним связь. Мы редко видимся, но я же знаю, что он есть. А он знает, что я есть. И когда мы созваниваемся, мы так очень плотно, очень концентрировано общаемся. А Витя, он, знаете, как у Бабеля, как он про Беню Крика говорит. Беня говорит мало, но говорит смачно. Вот Витя, у него очень своя речь. У него и фонетика, и синтаксис, вот все свое. С ним ужасно интересно. Его очень интересно слушать. Он очень, как сказать, вкусно говорит он очень, Витька. И очень мудро. А выглядит негодяй очень хорошо. 70 лет, как он выглядит. Вот каким пришел по фигуре. Я вот тут на съемках его видел, без рубахи. Вот, Лиепа. Вот как он выглядел тогда, когда мне было 17 лет. Я говорю, Сухоруков, мне надоело стариться относительно тебя. Давай ты все-таки будешь на 6 лет выглядеть хуже. Единственная просьба к тебе. А он как ляпничает, он меня поздравлял. Я помню мне, когда мне исполнилось, то ли 50, то ли 50, то ли 60. Ой, Юрка, ой, твою мать-то. Слушай, ой, как тебе повезло-то. Ой, жена красавица. Красавица. Девки у тебя красавицы, дочки. Страна тебя любит. Книжку ты написал. В кино ты снялся. Ой, вот кому помирать будет жалко. Это большой, очень большой, большой, потому что ни на кого не похожий актер. Вы как-то сказали, что Одесса есть, пока в ней есть ее люди. Кто самый главный одессит, по-вашему? Он им был и он им остается, несмотря на недавний уход. Главный одессит, конечно, Михаил Михайлович Ванецкий. Конечно. Безусловно. И незаменимый, и это место нератируемое. И оно не может быть вакантным. Никогда. Я бы знаете, что хотел сказать? У вас как называется эта программа? Легенда. О, вот давайте я сразу скажу пару слов. Значит, это ни ко мне, ни про меня. Давайте мы договоримся вот о чем. Вы ее, конечно, называете. Ради меня название не надо менять программы. Но я абсолютно не легенда. Я вам скажу, легенда – это то, что мы сделали. Вот здесь я не буду скромным. То, что мы сделали с моим партнером Илюшей – это легенда. Я не легенда. Он не легенда в отдельности. Хотя он уже легенда. Потому что он там. Легенда – это наше дело. Вот, ладно, я это говорю. Я это говорю абсолютно искренне. Вот так вот с радостью отнестись. Я пришел на передачу, которая называется «Легенда». Жизнь удалась. Надо быть идиотом. Правда ли, что вас обижает, когда про успех городка говорят, что вам с Олейниковым повезло? Это зависит от того, кто говорит. На самом деле. Вы же знаете, ну, слушайте. Допустим, у тебя там есть любимый писатель. Не знаю кто. Довлатов. Плохой пример. Слишком люблю Довлатова. Ну, допустим, это будет Достоевский. Да? А ты вот очень любишь Достоевского. И вот рядом очень несимпатичный тебе человек, а мерзительный. Говорит, что его любимый писатель – Достоевский. Да я жизнь на алтарь положу, чтобы доказать, что хуже Достоевского нет писателя. Хотя я его очень люблю. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А с Довлатовым не получится, потому что даже в этом случае я не буду пытаться доказывать, что Довлатов – плохой писатель. Не приведи господи. Ну, что вы. Так что, о чем вы спросили? Почему меня так раздражает слово «повезло»? Фраза «повезло»? Нет, на самом деле, конечно, повезло. В одной части. Повезло, что произошла такая встреча. Что встретились два человека. Много-много лет назад, это был конец 80-х, да, 89-й год. Во всем остальном это все-таки результаты. Но сам факт встречи, вот мы бы встретились, выпили бы пару раз вместе, сходили бы друг к другу в гости, и все. Но просто к тому времени несправедливости много накопилось, как нам казалось, вокруг нас боли какой-то, неоправданных ожиданий, нереализованности всякой, всего такого. Поэтому мы как бы тут тоже были готовы к встрече друг с другом. Вот в чем штука. Поэтому мы не просто дружили, а эта встреча сразу стала еще и таким катализатором, ну, каким-то профессиональным. То, что нам захотелось что-то вместе делать. Но все остальное, это же результат очень большой работы. Очень тяжкого труда. Но не тяжкого, он счастливый. Я вот не люблю эти разговоры про каторжный труд в нашей профессии. Да он, может быть, и бывает каторжным. Это, кстати, тоже о том, что счастье всеобщим, а несчастье законспирированным. Ну, каким угодно он должен быть. Ну, не надо делать вид, что ты плывешь на подводной лодке, что ты физик-ядерщик или там врач из красной зоны. Ты, в отличие от них всех, это играешь. Ты, в отличие от них всех, можешь это сыграть. И, в отличие от них всех, от вышеперечисленных, преимущество твоей профессии и счастье ее в том, что подводная лодка утонет в кадре. В кадре. По сценарию, а не по жизни. Что реактор бабахнет. В кино. А не в Чернобыле. И что заразишься ты. Не в красной зоне, а в кадре. Хотя сейчас можно это сделать везде. Вот в чем разница. Ты это играешь, а они это переживают. Так вот, твоя профессия в том, чтобы постараться пережить и быть достойным тех переживаний реальных, которые случаются у этих людей. Поэтому, ну, вот поменьше рассказов о каторжном актерском труде. Но при этом, при всем, это, конечно, был результат очень больших усилий. И просто большого количества, ну, вот прямо временно работы. Вот просто, просто очень много работали. И когда говорят, им повезло, ну, это, значит, либо дурак, либо сволочь, либо лодок, либо бездарность. Нормальный человек этого не скажет никогда. Как вы стали работать вместе? Все завертелось не в моей голове. Здесь абсолютный приоритет у Илюши. Абсолютный приоритет. Он же находился в таком постоянном поиске партнера. У него его партнер умер до того, как мы с ним познакомились. Такой Ромочка Казаков был замечательный актер, очень талантливый человек. И, а Илюха, он всегда признавался, что он, ну, вот он не может работать без партнера. Никак. И тогда он постоянно, вот перманентно находился в этом поиске. И он, конечно, каждому человеку, если он артист, присматривался как к своему потенциальному партнеру. А я вообще об этом не думал. Если я работал, если можно так сказать, работал в Большом драматическом театре имени Горького тогда, ну, и никакого партнера я не искал. Я бы хотел, чтобы моим партнером был Басилашвили. Но о том, что им будет Илюша Клявер, как бы я это, об этом я не думал. И мы встретили как-то Новый год вместе с семьями, на котором валяли дурака, и все это фиксировала камера. Вот потом Илюша, видеолюбительская камера. И вот он потом, когда очень внимательно и многократно отсмотрел эти съемки, он их, оказывается, смотрел не на предмет, давайте посмеемся, как мы вчера выпившие валяли дурака. Например, есть ли там пара. Он такой системный парень был. Он такой чувак был, да, с прицелом на это. И вот там он увидел, что мы при всей абсолютной непохожести, ну, абсолютной, радикально разные люди, и внешне в том числе, и в проявлениях своих, эмоционально разные, мимически, как хотите. В чем-то очень главном, что мы можем быть очень крутой парой. Он это сделал на подсознательном уровне, он режиссерски никак это не формулировал. Но чуйка какая-то, щелчок какой-то произошел у него в мозгу, вот, и он падал. И вот тогда мы начали работать вместе. Когда мы с Олейниковым снимали «Городок», нам говорили, неужели это будет смешно, но ни капли не смешно. Что вас мотивировало работать дальше? У нас с Илюхой, мы с ним единомышленники в том смысле, что мы думаем очень по-разному, но в одном направлении. У нас интуитивно, я не знаю, как это появилось, я не хочу придумывать, если я не знаю ответа, я не буду врать. У нас как-то что-то у нас выработалось, у нас такое стопроцентное ощущение, вот, знание, когда это будет смешно. Ну, оно такое сухое, неулыбчивое знание. Не, мы ржали иногда друг над другом, но друг над другом. Когда я сыграл или он сыграл, вот мне очень нравилось, что он сделает или ему. Но обычно мы просто констатировали так. Это смешно. Мы точно знали. Мы на уровне материала. Мы читали текст. Никто не смеется. Мы говорили, это не просто смешно. Это очень смешно. Да, Илюш? Да, конечно. Все... Очень смешно. Да, Юрик, это смешно? По-моему, очень смешно. Надо снимать. Пойдем? Ну, это уже генетическим стало. Но в результате, конечно, большого опыта, набивания шишек себе. А потом, когда я начал сниматься в кино, а в кино я пришел очень поздно. Очень поздно. Ну, в 41 год, по сути. Представляете, Саша Петров или Даня Козловский начинают сниматься в 41 год. Как хорошо, что... Как это замечательно, что они снимаются вот тогда, когда они снимаются. Но я такой... Я заслуженно поздний артист. Заслуженно. Вот. Сто процентов. Но вот я пришел в кино, и меня вот это удивило. Вот эта игра в кино. Я называю это игра в кино. Есть кино, а есть игра в кино. Чем хуже фильм, тем больше понтов. Какая-нибудь мадам. А вот у меня петля. Видите, петля. Есть такие артисты-петли. Я их называю. Вот они, вот здесь. Это артисты, которые страшно боятся быть неорганичными. Потому что слово «играть» для них приговор, а не так. Типа документально существуют. Поэтому, если вы послушаете... А вот пусть меня сейчас перестанете слышать. Вот я буду объясняться вам в любви. Сейчас. Методами артиста-петли. Я люблю тебя. Я люблю тебя больше всего на свете. Ты даже не представляешь, как я люблю тебя. Я ведь не могу без тебя жить. Сейчас там бедный звукорежиссер. Что происходит сейчас там, на пульте? Он максимально начинает поднимать чувствительность. В результате в кадре меня будет слышно. И во мне появится такая голливудская. Сипацца. И я точно не совру. Я очень органичен сейчас. Ненавижу я таких актеров. Ненавижу. Я слух из-за них проверял. Я пошел, думаю, что такое. Я глухой. Я не понимаю. Я снимаюсь с молодыми ребятами. Я не слышал ничего. Я пришел к фониатру. Говорю, давайте. Меня засунули в кабину какую-то. Надели на меня наушники. Стали подавать мне сигналы. Я, когда слышал сигнал, должен был нажимать кнопку. И все из-за этих сволочей, которые не обучены, которые не верят в себе и своей природе. И вот только сюда я люблю тебя. А как только он поднимает чувствительность, насасывается вся эта грязь, и отсюда качество звука в кино. Вот так вот сыграет. Так вот, в этих фильмах кто-нибудь сыграет сценой в конце. Аплодисменты всей группы. Я понял, почему они хлопают. Мы ни разу друг другу не похлопали. Или когда умирать начинают, сразу бегут к просмотру. Что смешного? Мы два раза засмеялись за 20 лет существования этой передачи. Но мы знали, как там будут смеяться. С той стороны. Потому что мы не смешили людей. Вот вся штука-то. Не было у нас такого вот пунктика, чтобы они ржали. Нет. Если не смешно, конечно, до свидания. Просто у нас было знание, что это смешно. Но это фундамент, что это будет смешно. Только фундамент. А дальше надо плюнуть вечностью. Так ведь не только кино, но и успех пришел к вам поздно. Замечательно. Как это хорошо. Ой, чтоб со мной было. Я даже представь себе, не могу такое говно, как я, чтобы в 20 лет стало популярным. Не, я не верил. Вера – это надежда. А я знал. Я знал. Я знал, что все будет хорошо. Ну, знал и все. Я думал, как же такой талант будет невостребован. Да я шучу. Ну, конечно. Мне же надо что-то ответить. Стараюсь ответить смешно. Но вообще сказал правду, на самом деле. Я правда знал. Знаете почему? Я вам серьезно отвечу. Потому что у меня были такие педагоги потрясающие, которые в меня очень много вложили. Правда. Себя. В отличие от Витьки Сухоруковых. Я обученный артист. Он от Бога. А я хорошо выученный. И родители, которым много пережили из-за меня всего, всякого. И личная жизнь. Мои друзья. И в меня верило очень много людей. И я подумал, неужели вот эти все усилия и вера такого количества людей и моя будут обмануты. Я не имею права их обмануть. Другое дело, что я ни черта для этого не делал. Но выяснилось, что стратегически, с точки зрения глубины моей профессии, я делал главное. Я накапливал неудачи и боль. Накапливал, накапливал. А сильнее этого фундамента человеческого в моей профессии нет ничего. Либо надо быть гениальным. Наверное, это не ко мне. В интервью вы не раз говорили, что раскаиваетесь и расплачиваетесь за те прошлые поступки, которые приводили к нежелательным последствиям и неприятным поворотам в жизни. Причиняли боль. О чем речь? Есть за что. Это не значит, что я совершил какие-то преступления и есть какие-то огромные скелеты в шкафу, которые я должен унести с собой. Я имею в виду не это. Речь идет о каких-то поступках, которые кому-то причинили боль. Вот я имею в виду это. Но если бы этого не было, не было бы у меня сегодняшнего. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Но все, что... Вот понимаете, вот любая история, в которой я захожу на территорию чужого счастья или чужого несчастья, она сразу для меня становится не публичной. И поэтому я не могу быть до конца искренним. Зачем вы троллили Викторию Боню? Ну, во-первых, я не троллил ее особо. Хотя жестковато было. Сейчас понимаю, что жестковато. Чтобы найти чип, возьмите двумя пальцами вот так вот верхнюю губу и тщательно ее прощупайте. А потом то же самое проделайте с нижней губой. Возможно, чип находится там. Что ты несешь? Чего? Ответочка Виктории Бонни. Обращение записываю. Вика, значит, пожалуйста, старайтесь не пропустить ни сантиметра. Чип, он же маленький, а губы у вас... Что ты несешь? Что я несу? Ты ее видео видела? Ну, не может человек сам такую *** придумать. Ей точно что-то вживили туда. Так, мишна. Вика, если не обнаружите в губах, спускайтесь смело ниже по телу. Я видел ваши фото, Вика. У вас там не то же чип. У вас там целый передатчик могли спрятать. С излучателем. Тогда начались вот эти все разговоры чипирования. Ну, началось это ковид-диссидентство, такие зачатки. И она как знамя его. Но я уже тогда, во время этой первой волны, я привелся только в сентябре. А ведь этот ютуб-канал мы придумали... Мы придумали март-апрель. Март. Март. Ну, может, в конце апреля. Да, в конце апреля. Потому что активно он просуществовал месяц. И где-то за месяц я снял порядка ста сюжетов. Это один из ста сюжетов. Из ста скетчей. И там речь-то идет об этом. Я уже не очень помню, но там идет речь... Речь о том... Ну, да, о чипировании. Вот эта история, что нас всех чипировать будут. Что это все чипирование. 5G еще какие-то там. Что все это придумано. 5G-связь. Чипирование. Ковид, придуманный для того, чтобы проредить население Земли. И так далее. Я уже тогда понимал. Знаю, как потрясающе работает эта машина в нашей стране. Когда это касается политики. Что мы проиграем очередную войну. Через много... Именно вот антиковидником. Мы проиграем ее. Тихо-тихо сдадим. Что сейчас и происходит. А я это почувствовал год назад. И мне захотелось очень жестко. С окриком. С перебором. Немного хамоватым. Дать понять, что это бред. А как дать понять людям, что это бред? Это же форма смешная. Коротенькая. Жесткая. Жесткая. Это надо так по лезвию пройти. Ну, немножко меня занесло на этом канате. По которому я шел с палкой. Ну, да, женщина. Но женщина же в Европе. Она за европейские ценности. Значит, мы убираем тему мужчина-женщина. Говорим на равных. Ну, вот я на равных и сказал. Вот на равных и сказал. Перейдя на личности, может быть. Ну, может, не прав. Не знаю. Но поскольку речь идет о полнейшей глупости и идиотизме, этим языком я и общался в кадре. Чем закончился ваш конфликт? Для меня это персонаж. Она же борется за то, что она персонаж. Вот для меня она персонаж. Да ну, я вообще в интернете поступал с какие-то. Вот мне сейчас строят. Вот мне построили мастерскую. У меня была мечта моей жизни. Ну, не жизни там, вот, в последнее время. Мне нужна столярная мастерская. И вот мне одна компания некая взяла и построила эту мастерскую. А я там снимал какие-то коротенькие ролички, ежедневный отчет о том, как это делается на уровне дурака. Вот тут я могу вступить в общение с людьми, которые мне напишут. Ага, а ты знаешь, что такое брус? Да я не знаю, что такое брус. Вот это я могу. Вот на эти темы буду общаться очень долго. Из чего надо делать? Из чего надо резать? Из чего нужна ли липа или нужна лиственница? Чем бук отличается от карагача? И так далее, и тому подобное. Вот это мне... А вот это я про это еще буду дискутировать. Там что, там есть 10 миллионов подписчиков? Ну, будет минус один. Говорят, вы троллили еще и Михаила Ефремова, изображая Жанну Фриске. Что вы сделали? Ну, это давно было. Это седьмой год, 2007. Это съемки фильма «12» у Никиты Михалкова. Мы там вообще все подружились очень. Ну, еще бы. Это же такая клетка была, на самом деле, сорокадневная. И дрессировщик с хлыстом во голове. Он сам говорил, я себя чувствую бугримовый аре и так далее. Кнутом и пряником и так далее. Ну, кнута там не было, на самом деле. Ну, вы понимаете, когда вот сорок дней в замкнутом пространстве, как в подводной лодке, ты снимаешься, то у тебя и юмор такой становится своеобразный уже. Вот. Не Зощенко, да. И не Ильф с Петровым, а Гармаш со Стояновым. Другой уровень у нас. И так далее и тому подобное. Ну, развлекались, как хотели. Мишка ужасно нравилась. Тогда он говорил, как мне нравится Жанна Фриске. Ну, нравится она мне. Ну, так нравится. Ну, и мы поняли, что если так уж тебе нравится, значит, надо тебе организовать встречу с ней. И просто подговорили дочку. По-моему, это, я не помню, дочка Виталика Соломина, Царство Ему Небесное. Она у нас была ассистенткой, помощником режиссера она была. Завели ее-то куда-то, дали ей телефон, сказали, что говорить. И она, я сказал, Миша, я обо всем договорился, тебе позвонит Жанна Фриске. И она ему позвонила, и они говорили, и договорились о встрече. И вечером среди декораций, я с размером тогда 2XL, или 3XL, уже не помню, в женской шубе, в женском парике, в женском макияже, вот, вышел ему навстречу среди этих декораций. А он с таким букетом роз был, он купил такой букет роз, вот такой, вот такой. И он так шел, и когда он меня увидел, он прыскал. Он так расстроился. Мы извинялись перед ним. Никто не бежал, не бежал за мной, не пытался отклистать этим. Ну, Миша, он весь в этом. Посмотрел на это. Вы были в числе добровольцев, которые первыми сделали прививку от коронавируса. Почему? Ну, во-первых, вот я живой пример чипированного, значит, зомбированного, чего еще, оцифрованного и управляемого. Иногда посмотришь на вот этого вот, вот сидит глубоко пьющий артист, совершенно невостребованный, некий. И долго мне рассказывает, я говорю, слушай, а что тебя чипировать? Что увидеть? Как ты снялся, нажрался, поспал, потом опять нажрался, опять поспал, опять нажрался? Вот что тебя цифровать? Я твою жизнь на 20 лет вперед знаю, которая от туалета до водки. Что тебя цифровать? Кому ты нужен? Я твою жизнь знаю на 20 лет вперед. Цифровать его. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда говорят, что вакцина должна пройти 5-летнее исследование, я хочу спросить, как сын врача, какая эпидемия в истории человечества дала возможность ученым 5 лет исследовать вакцину? Оспу, до того, как спасти мир, ее 5 лет исследовали? Ни одна эпидемия, к сожалению, не дает такой возможности. Я еще раз говорю, я никогда не ссорю людей, я хочу их объединять. Но это тот случай, когда иногда можно потерять какое-то количество зрителей ради их же жизни. Или, ну, не приведи, Господи, ну, вот пусть у меня язык сейчас отсохнет, если бы я пожелал, чтобы все антиковидники на один день попали в красную зону. И увидели этих лежащих на животе людей. И увидели, как они ходят в туалет. И как трубку вынимают из горла. И какое количество врачей скорой помощи, водителей скорой помощи. И врачей, какой погост уже из них. Не только отсутствие ума, чего-то еще. Надо излучать счастье. О несчастье нужно глубоко конспирировать. О чем эти ваши слова? Несчастье формирует тебя, как художника. Счастье не формирует. Тебя, как актера, как личность, да вплоть до правильно установившейся морщины, формирует несчастье, беда. Даже если ты занимаешься юмором. Потому что количество пережитого и боли, оно делает тебя умнее. И в такой стране, как Россия, делает тебя ближе к большинству людей. Потому что счастливые люди, счастливые очевидно, счастливые на виду, счастливые на камеру. Это, как правило, безразличные, здоровые, молодые и богатые. Но вот такое счастье мне неинтересно. Поэтому такое. Но то несчастье, оно вот, оно составляет, говоря профессиональным языком, мои предлагаемые обстоятельства. А так я буду излучать надежду, позитив и в этой части искренность. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Любое время, в котором ты живешь. Потому что если ответить на этот вопрос детства, то значит остальное, что можно пропустить, странный вопрос от великого писателя. Лев Николаевич, а? Лева, как так? То есть я не понял. Значит, это я запомнил, а это можно пропустить. За это я не буду раскаиваться, а вот за это буду рассказывать. Любое время, в котором ты живешь, каждый день, по одной простой причине, этот день больше не повторится никогда. Ты его не переживешь. Не переиграешь. Тебе его не вернут. Любой день, который ты прожил. Лев Николаевич, привет, Софья Андреевна. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? А что я тут сижу и раздумываю над этим? Это же такой простой вопрос. Со временем это все становится настолько очевидно. Это люди, которые тебя не предали, раз, и которые говорят тебе правду, какой бы она ни была. Два. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Ну, ты не узнаешь этого. Ты уже будешь там. Это, которое останется после тебя. Вот оно самое важное. Которое больше всех пригодилось другим людям, а не тебе. Вот какое. Пока я могу еще в 100 фильмах сняться. Хочу, чтобы что-то встало вровень с городком. Пока очевидно, что это, наверное, вот городок. Несмотря на все то количество иногда даже удачных ролей, которые я играю в кино. Ну и что? Значит, ну хорошо. Значит, это так. Видите, я это понял еще здесь. Это хорошо. Кто же такой Юрий Стоянов? Надеюсь, что он такой, каким был сегодня. Надеюсь. Хотя все равно издержки профессии тебя все равно заносят. Ужас этой профессии и прелесть ее состоит в том, что ты должен нравиться людям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok